Санкт-Петербург – один из самых уникальных городов на всей нашей планете. Этот город действительно особенный. Город культуры, истории, площадей, парков, музеев и мостов. И мало кто, побывав в Питере, разочаровывается этим прекрасным и удивительным городом. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает познакомиться с отрывками из книги Юлии Ивановой «Чижик-пыжик» и «Хранители Петербурга». Книга входит в серию познавательной литературы для детей младшего и среднего школьного возраста «Города и чудеса». Прекрасный город Санкт-Петербург, расположенный на берегах реки Невы, таит в себе множество чудес. Местные чудеса выглядывают из старых дворов, свешиваются с крыш, скрываются в каждом камне. Здесь так много чудес, что иногда они даже спорят друг с другом о том, кому занимать самое тайное место. «Почему тайное?» – спросите вы. Это очень просто. Чудеса не любят, когда их рассматривают, показывают пальцем, громко обсуждают. Они ценят тишину и покой, и появляются только перед теми, кого считают достойными своей дружбы. Например, на берегах реки Фонтанки, около первого инженерного моста, на каменном постаменте над водой можно увидеть бронзовую скульптуру маленькой птички. Вы еще не знакомы? Прошу любить и жаловать. Это Чижик-Пыжик, любимец жителей и гостей города. Днем его всегда можно найти здесь, на рабочем месте, и загадав желание, бросить к его лапкам монетку. Если она упадет прямо на постамент и останется там лежать, то заветная мечта исполнится. А вот ночью, когда его никто не видит, Чижик-Пыжик оживает, разминает лапки, расправляет крылышки и отправляется в путешествие по городу. Каждую ночь у него новое приключение. Но чаще всего Чижик-Пыжик навещает одного из своих друзей в Измайловском саду на Фонтанке. Оттуда и начнется наша история. В центре Измайловского сада, на самом краю скамейки, под зонтом, сидит петербургский ангел. Он появился здесь совсем недавно, всего 10 лет назад, в 2012 году. Причем сначала его автор, замечательный кукольный мастер Роман Шустров, создал куклу. Ангел был одет в пальто из мешковины, длинный шарф, а у его ног стоял чемоданчик. И только через несколько лет петербургский ангел родился заново, в виде бронзовой скульптуры, и поселился на скамейке у молодежного театра на Фонтанке. В руке у ангела раскрытая книга. Нос у ангела гладкий и блестящий от частых прикосновений. Люди думают, что надо обязательно поддержать ангела за нос, чтобы исполнилось желание. Когда ангел и Чижик-Пыжик познакомились, они сразу понравились друг другу. У них оказалось много общего. Два петербургских памятника, оба небольшого размера, сделаны из бронзы и умеют исполнять желание. Да, и кстати, оба крылатые. Однажды летней ночью Чижик-Пыжик в очередной раз спросил ангела, почему ты никогда не покидаешь этот сад? У тебя есть крылья. Я могу показать тебе город. Мы полетали бы над Невой. Я не могу, ответил ангел и глубоко вздохнул. Я должен хранить город. Ты не один. Хранителей много. Если хочешь, я тебя с ними познакомлю. Обрадовался Чижик-Пыжик, которому очень хотелось показать другу любимый город. Конечно, я хочу познакомиться с хранителями Петербурга, сказал ангел другу и счастливо улыбнулся. Тогда летим! Отозвался Чижик-Пыжик. Так началось ночное путешествие петербургского ангела и Чижика-Пыжика. Они полетели в первую очередь на Сенатскую площадь, где на огромном камне лицом к невест стоит памятник Петру Великому, первому российскому императору. Статуя показалась им просто огромной. Да она такая была по сравнению с ними. «Ого!» – негромко произнес ангел. «Вот это я понимаю, хранитель! Это какой же у него рост!» Неожиданно Петр повернул голову, увидел гостей, и его суровый взгляд смягчился. «Во мне больше пяти метров, а с гром камнем аж все десять с половиной!» – зычным голосом сказал император. «Я храню покой города днем и ночью вот уже более двухсот лет. Неужели ни разу этого места не покинули, государь-император?» – робко спросил петербургский ангел. «Единожды хотели вывезти меня, так как нападения неприятеля опасались. Шла война 1812 года. Ворог дерзнул угрожать Петербургу. Мне пришлось явиться в сон к одному жителю сего места и прямо молвить, что я не намерен никуда отсюда двигаться, пока я на своем месте, с городом нашим ничего не случится. Слухи об этом сне дошли до самого царя Александра Первого. А что сказал царь? Прислушался ко мне, не стал трогать ни камень, ни статую. И выстояли мы в тот раз. «Сложно представить себе, что такой огромный памятник, как вы, можно куда-то увезти», – с уважением сказал Чижик-Пыжик. «Сложно, но можно», – пожал плечами император. «Вот как вы думаете, как сюда доставили гром камень, на котором я стою?» «Его искали по всем ближайшим землям и нашли в поселке Конная Лахта. Он весил около двух тысяч тонн. Вы представляете, какая это глыба?» Много лет тому назад в него ударила молния и оставила трещину в скале. Потому его и прозвали «Гром камнем». Везли его на специально построенном судне. Чтобы погрузить гром камень, потребовалось судно притопить в воде, иначе камень невозможно было поднять на борт. И сгружали его точно так же. Камень почти год добирался сюда. Раз можно было камень сюда доставить, значит, можно было бы и вывезти. Но такого ни разу не произошло. Даже в Великую Отечественную войну я оставался здесь. Меня только укрыли от вражьи глаз деревянными щитами и мешками с песком. Как мог, я хранил город. «Неужели один хранили?» Не удержался петербургский ангел. «Один в поле не воин», – твердо заявил Петр. «Слетали бы вы на Васильевский остров, тут рядом. Там несет службу один из моих вернейших друзей-соратников». И друзья отправились через Неву на Васильевский остров, на котором познакомились с бомбардиром Василием Корчмином. Василий Корчмин сидел на пушке, слегка улыбался в усы. В одной руке держал трубку, другой опирался на ствол орудия и как бы приглашал пообщаться. Одна нога его стояла на большом мотке каната, а у ствола пушки были горкой сложены ядра. «А это правда, что вы тоже хранитель города?» Ангел задал вопрос, который интересовал его больше всего. «А как же?» – кивнул бомбардир. «Всю жизнь служил государству российскому. Был и военным разведчиком, и бомбардиром, и царским инженером. Изобрел и усовершенствовал несколько пушек, сигнальную ракету и огнемет. Участвовал в сражениях, был трижды ранен. Да много чем успел отличиться при жизни. А несколько лет назад я обрел форму памятника. Люди приходят, приветствуют, фотографируются. Трубка моя более всего их почему-то интересует. Да и еще ящерка моя – символ удачи и мудрости». Потом друзья летели туда, где зарождалась морская слава Российской империи – Балтийский флот. Чижик-пыжик показывал ангелу дорогу к Адмиралтейству. Здание Адмиралтейства возводилось по проекту самого Петра I прямо на берегу Невы, чтобы в случае необходимости стать крепостью для защиты от неприятеля. Над воротами Адмиралтейства установили шпиль, увенчанный позолоченной фигуркой корабля. Позже он был перенесен на каменную башню и с тех пор возвышается над городом на высоте 72 метров. Вот к нему-то и прилетели наши герои. Все, что в нашем городе связано с водой, судоходством и мореплаванием, хранит этот флюгер в виде кораблика на шпиле Адмиралтейства. «Сделали его в 1719 году и покрыли настоящим золотом. 7,5 килограммов драгоценного металла ушло на то, чтобы кораблик засиял. А еще на шпиле видишь золотой шар прямо под корабликом. Это не просто украшение, это еще и тайник с секретом», – поделился Чижик-пыжик с другом. «Я слышал, что в самом начале этой истории, когда кораблик только установили, в этом шаре хранился запертый на секретный замок сундучок, набитый золотыми монетами, отлитыми в Санкт-Петербурге. А сейчас в этом секретном месте, на огромной высоте, хранятся бумаги и чертежи, необходимые для ремонта флюгера. Ведь каждому хранителю нужны забота и уход. Видишь, какой он красивый, блестит, как новенький. А ведь этому символу города ни много ни мало, почти 250 лет. «А другие хранители корабли у нас в городе есть?» «Конечно», – воскликнул Чижик-пыжик. «Вот, например, скульптура линейного корабля Полтава. Полтава была первым линейным кораблем, спущенным на воду здесь, в Петербургском Адмиралтействе. Имя кораблю дали в честь Великой Победы над шведами, одержанной русскими в Полтавской битве. «Кстати», – встрепенулся Чижик-пыжик, – «о победах. Полетели, я тебя еще кое с кем познакомлю. Тут совсем близко». Друзья совершили совсем короткий перелет к Дворцовой площади. «Это главная площадь нашего города», – объяснял Чижик-пыжик. «Она называется Дворцовой, так как именно здесь находится Зимний дворец, где раньше жила царская семья. А вот хранительница города, которую я хотел тебе показать». Чижик-пыжик и петербургский ангел подлетели к арке главного штаба, на вершине которой располагалась величественная скульптура – колесница, запряженная шестеркой лошадей. На колеснице стояла крылатая богиня. В одной руке она держала лавровый венок, а в другой – штандарт, увенчанный гербом в виде двуглавого орла. Это Ника, древнегреческая богиня Победы. Она управляет колесницей славы, символом Победы России в войне 1812 года. С тех пор, как она появилась здесь, Ника следит за тем, чтобы жителям города сопутствовала удача. «А вы не скучаете по своей стране?» – спросил Чижик-пыжик. «О нет», – засмеялась Ника. «Мы все, я, кони и воины, которые мне помогают, любим этот город, хотя погода бывает совсем не радует. Дожди, снега и ветер раскачивали наши фигуры. Нас приходилось очень часто ремонтировать. Один раз у меня даже пострадала нога. Так было неловко. Богиня на колеснице славы и вдруг одноногая. Но все уже починили. И после последней реконструкции мы все чувствуем себя прекрасно. К тому же мы вовсе не одиноки. У нас тут много друзей. Вот, например, ангел на вершине Александровской колонны. Вы тоже можете познакомиться с ним. Спросите его о трех ангелах, хранящих город. Он расскажет вам много интересного. Друзья последовали совету Ники и подлетели к высокой колонне, которая стояла в самом центре Дворцовой площади. «Это Александровская колонна», – рассказывал Чижик-пыжик. «Она сделана из цельного куска гранита. Это самая высокая триумфальная колонна в мире. Она была поставлена здесь в честь победы над армией Наполеона. Ее еще называют Александрийским столпом. Ее высота – почти 50 метров. И самое интересное заключается в том, что стоит эта громадина строго вертикально, ничем не поддерживаемая и не закрепленная. Только собственный вес удерживает ее. Это целых 600 тонн». Архитектор Агюст Монферран, который спроектировал колонну и сделал все расчеты, уверял петербуржцев, что колонна очень устойчива. Но сначала ему не верили. Горожане опасались гулять по площади рядом с новым памятником. Тогда Монферран завел себе такую привычку – каждое утро начинать с прогулки вокруг колонны, чтобы доказать недоверчивым горожанам, что бояться абсолютно нечего. Колонна стоит уже более полутора веков и не пошатнулась даже тогда, когда во время войны земля содрогалась от разрывов бомб. «Друзья взлетели к самой вершине колонны, где стояла фигура ангела с крыльями за спиной. Его правая рука была поднята, а левая опиралась на большой крест, который придавливал змея. Змей – символ враждебных сил», – заметил Чижик-Пыжик. «Мы очень хотели бы узнать о трех ангела», – сказал Чижик-Пыжик. «Каждый ангел важен для города. У каждого особенное призвание, своя история, своя легенда», – улыбнулся его коллега. «Среди прочих существует и такая. Пока три ангела – серебряный, золотой и бронзовый – парят над крышами города, ничего плохого с ним не случится». «Один из них вы», – догадался петербургский ангел. «А двое других?» «Да, бронзовый – это я. Золотой – венчает шпиль Петропавловского собора, а серебряный – крышу церкви святой Екатерины на Васильевском острове». «Легенда очень красивая, но силы трех ангелов не хватило бы для того, чтобы сберечь целый город и всех его жителей», – сказал ангел. «Поэтому мы очень рады, когда появляются новые хранители, даже из других стран, совсем не похожие на нас». «Да, кстати, мы как раз сейчас летим навестить таких хранителей», – воскликнул Чижик-Пыжик. Место, куда они прилетели, оказалось совсем маленьким сквером в центре города. Это место называется Садом Дружбы. «Это подарок нашему городу от его далекого родственника». Китайский Шанхай – побратим Санкт-Петербурга. В честь дня рождения нашего города в 2003 году Шанхай подарил ему Сад Дружбы. Тут все построено мастерами из Китая, и даже материалы для строительства они привезли из своей страны. В петербургском саду даже посадили японскую вишню – сакуру. «А вот и хранители», – воскликнул Чижик-Пыжик. «Они любят, чтобы с ними здоровались по-китайски», – тихо добавил Ангелу и погромче произнес. «Нихао!» «Нихао!» – сказали в ответ удивительные львы. У них были коренастые тела, крепкие лапы, как у бульдогов, и глаза немного на выкате, напоминающие лягушачьи. Под передней лапой одного из них находился большой шар, напоминающий мячик, а под лапой второго – львенок. «Мы ваши друзья», – представился Чижик-Пыжик. «Хотим больше узнать о хранителях города». Львы гордо переглянулись. «Да, охранять мы умеем. На нашей родине в Китае нас называют шидзя – львы-стражи, таких, как мы, сажают у входа во дворец или усыпальницу. Обычно нас двое – лев и львица. Сидя у входа в дом или храм, мы защищаем проход, не пускаем злые силы внутрь». «А что это за шар у вас под лапой?» «Мой шар – это символ знания и могущества. А еще он может исполнять желания», – ответил лев. «Как интересно, внешне вы совсем не похожи на других львов», – заметил Чижик-Пыжик. «Мы прибыли издалека, но здесь не чувствуем себя одинокими. В нашем садике живут драконы. Их семейство расположилось на стене девяти драконов». «Если вас интересуют хранители, то вам обязательно надо с ними познакомиться». Драконы, казалось, совершенно не ждали гостей. Они не обращали никакого внимания на приблизившихся к ним друзей. Играли в волнах с жемчужинами и переговаривались друг с другом на непонятном языке. Драконы выглядели непривычно. Тела у них были вытянутыми, изогнутыми, похожими на змеиные. Звериные лапы расставлены в стороны, пальцы с внушительными когтями растопырены. Тела драконов были разноцветными, но у каждого на спине сиял белый гребень. Головы были украшены рогами. А главное, у них не было крыльев, зато были длинные и тонкие усы. «Мы китайские драконы, особенные. Мы умеем летать без крыльев и повелеваем водной стихией. Реки, моря, смерчи, дожди, наводнения – все это в нашей власти». А жемчужины – это символы Солнца и нашего могущества. Именно они помогают нам в борьбе с любыми врагами. В них вся наша сила. Мы, драконы, очень древние создания. Нас высоко чтят на родине, в Китае. Китайцы даже считают себя потомками дракона. А людям мы помогаем, потому что они кажутся нам хрупкими и беззащитными. Даже один дракон приносит удачу и благополучие в дом. А если нас девять, и мы собираемся вместе, то нет такой враждебной силы, с которой мы не смогли бы справиться. И мы здесь нять не такие. Есть и еще, сказал золотой дракон. Летите к Академии художеств. Они обитают прямо напротив. Два друга полетели туда. Напротив Академии художеств, глядя друг на друга, возлежали на высоких постаментах хранители города из Древнего Египта. Это сфинксы. Родом они из Египта. А Египет – это одна из самых древних цивилизаций. Древние египтяне были убеждены, что лев – это самое сильное и красивое животное. А правители Египта, фараоны, считались мудрейшими из людей. Сфинкс, по легенде, совмещает в себе силу льва и мудрость фараона. Вот почему у него тело льва, а голова человека, рассказал Чижик-Пыжик. Это не просто какая-то выдуманная голова, а голова реально существовавшего фараона, который управлял Египтом в давние времена, неожиданно произнес один из сфинксов. Его звали Аминхотеп III, и наши лица повторяют его черты. Мы родились давным-давно в египетском городе Фивы. Нас создали из красно-серого гранита и установили рядом с гробницей фараона Аминхотепа III, чтобы мы защищали его усыпальницу от злых сил. На наших лбах были украшения в виде кобр. Мы прекрасно справлялись со своей задачей, но время шло и шло. Со временем путь в гробницу был забыт, храмы, а с ними и наши тела занесло песком. И только в 1820 году один греческий археолог обнаружил нас, занимаясь раскопками на месте древней столицы Египта. Нас выставили на продажу и приобрели для России. С тех пор уже почти 200 лет мы служим этому городу, наблюдаем, защищаем, охраняем от злых сил. У нас и помощники есть – крылатые львы, грифоны. И действительно, к разговору чутко прислушивались четыре бронзовых существа. Их уши были прижаты к голове, как будто грифоны хотели выглядеть злыми, но почему-то ангелу показалось, что это только маска, чтобы отпугивать врагов, потому что глаза у крылатых львов были добрыми. Вы тоже исполняете желание? «Исполняем», – важно ответил ближайший к нему грифон. Только не все, конечно, а самые заветные. Но люди верят, что если положат одну руку мне на голову, а другую – на язык, то их желание обязательно исполнится. «Я скажу вам по секрету, совсем не обязательно трогать нас», – сказал второй грифон. «Если у человека есть заветная мечта, то мы ее все равно услышим». Кстати, совсем скоро рассвет. Да, город просыпался. Надо было спешить. Ангел и Чижик-Пыжик прилетели в Измайловский сад и присели на край скамейки. «Хорошая получилась прогулка», – улыбнулся Ангел. «Но у меня осталось много вопросов. Почему ты ничего не рассказываешь про себя? Ты ведь тоже хранитель, хоть и маленький». «Да, я тоже хранитель. Я храню петербургские секреты», – признался его друг. «Летаю повсюду и каждый раз узнаю что-то новое. И я могу открыть тебе самый важный секрет про хранителей Петербурга. Хочешь?» «Конечно, хочу. У нашего города много хранителей, памятников, скульптур, сказок и легенд, больших и маленьких, местных и приезжих, выдуманных и вполне реальных. Но город хранят не только они. Самая главная защитная сила Санкт-Петербурга – это любовь его жителей». На лице Ангела заиграла улыбка, когда он произнес. «А я ведь всегда чувствовал это. Со мной случилась такая история. Однажды осенью я остался без зонта. Пока его ремонтировали, мне пришлось сидеть на скамейке прямо под дождем, и я ощущал себя совершенно беззащитным. И ты знаешь, незнакомые люди приходили ко мне со своими зонтами и укрывали от дождя. Много людей. Они сменяли друг друга, и я чувствовал их душевное тепло и любовь. «Люди стали твоими хранителями», – сказал Чижик-Пыжик. «Да, и еще они повязывают мне осенью теплый яркий шарф, и мне сразу становится теплее», – добавил Ангел. «Время от времени мне приносят монетки, конфеты, гроздья рябины, яблоки, осенние листья, а летом цветы. Люди так любят меня». «Я именно об этом и говорю», – подхватил Чижик-Пыжик. «Люди с любовью в сердце – главные хранители города. Мы все в безопасности, пока умеем любить». Так и закончилась эта история. Наступил новый день. Ангел остался ждать гостей в Измайловском саду, а Чижик-Пыжик вернулся к себе на фонтанку. Но будьте уверены, что маленький хранитель секретов знает еще много интересного о Санкт-Петербурге, и он обязательно захочет поделиться с вами новыми историями. Читайте продолжение истории про Чижика-Пыжика Юлии Ивановой. Эти истории сочетают в себе сказочный сюжет и познавательный материал для детей и представляют собой увлекательный путеводитель по Петербургу. Спасибо за внимание!